Я узнала о существовании клиники Евгеньевского Ивановича благодаря вашему случаю. Моя подруга прочитала историю про вас и сказала мне, что это лечится. Старайтесь есть меньшими порциями, вот меньше съедать. Тогда можете есть чаще, тогда будет через каждые два часа есть, но меньше. Ой, спасибо большое. Одним словом, тоже инструктор. Я попросил ее приехать к нам на панкратический клуб, пожалуйста. Люди снялись и проехали тысячу километров, и пожалуйста. Доставить нам удовольствие своим присутствием, а также нашим пациентам в качестве консультантов, лучше которых не пожелаешь. Когда Ольга забеременела и пошла в поликлинику в городе Вольска, для того, чтобы узнать, что делать. Через какое-то время она стала наблюдать, что при ее приближении врачи закрывают кабинет и сматываются, для того, чтобы не отвечать на прогнозонные вопросы. Мы приехали в больницу, я была в очень тяжелом состоянии, и, как вот есть пословица, цеплялись за соломинку. Вот он для меня был той спасательной соломинкой, на которую надеялись и верили, что он меня спасет. Кое-как мы ее перевезли в реанимацию, она была желтая и бледная, потому что у нее было кровотечение, желтуха. Мы удалили полностью поджелудочную железу, 12-перстную кишку, селезенку и желчный пузырь. То есть стандартный объем, который происходит, если опухоль полностью поражает всю ткань поджелудочной железы, а у нее так было. Ты будешь жить, когда он мне сказал, это повлияло на все дальнейшее мое послеоперационное выкарабкивание той ситуации. Когда ноги не ходили, я себя заставляла встать, заставляла что-то делать, потому что он сказал, ты будешь жить, значит, так оно и должно было быть. Она просто молодец, настоящая русская женщина. Показала всем неверам из хирургической среды, что человек после удаления поджелудочной железы может быть абсолютно здоровым, потому что может родить. Другого здорового человека. А какие еще могут доказательства? Я вообще в это не могла больше верить, что у меня будут дети. Ну, а во-вторых, уже тяжелые операции, тяжелые заболевания. Как бы только осталось жить ради того, что у тебя есть. Врачи вообще сказали, что у меня детей больше не будет, местные врачи, которые дома. Сначала вообще она звонит, потому что я забеременела, что делать? Ну, а что делать? Я там проконсультировался со всеми специалистами, на всякий случай в Штаты позвонил, чтобы подтвердить нашу точку зрения. Мне говорят, ну а что, никаких формальных противопоказаний нет. Надо дальше продолжать беременность и рожать. Она все так и сделала. Он мне сказал, Оля, будем рожать. Он вообще, я говорю, Вячеслав Иванович, но я только буду вместе с вами. Вы будете присутствовать на моих родах? Ну, потому что ему теперь доверяю как самой себе. Ему доверялось все абсолютно. И поэтому ему первому было сказано, что я беременна. Она гордость нашей бригады, которая в настоящий момент сделала больше всего тотальных панкреатэктоминов в этой стране. Потому что ни в России, ни в Советском Союзе других таких примеров подобных нет. А и в других странах примерно то же самое. Чтобы человек без поджелудочной железы, в периоды по поводу рака поджелудочной железы, родил ребенка, здоровый, и дальше все было нормально. Но я хотел бы увидеть такие примеры. С майкой здоровый носорог. Вы его сами кормите? Да, а ты думала. Я думала, там просто какое-то видео. Не, а смотри дальше. Он думает. Не, а сейчас смотри, видео будет. Смотри на этого красавца. Ценности в жизни изменились. А вот смотри, видео. Очень сильно. Самое ценное, самое важное в жизни – это семья. И ничего важнее ее нет. Вот те люди, которые рядом с тобой близко, вот они должны быть самыми важными, самыми ценными. Потому что вот их дает Бог. И моя семья счастлива благодаря вот его рукам, его наставлению. Да, вот он когда взял меня за руку после операции, сказал, не слушай никого. За все семь лет я с ним ни разу не рассталась. Ну, конечно, мы далеко друг от друга, но на все мои просьбы, на все мои какие-то бзики в голове, переживания. На все отвечал, на все всегда поддерживал. Всегда вот он, поддержка в нем есть. Вячеслав Иванович больше, чем врач. Он чудотворец. Он спас мою жизнь. Я ему очень благодарна. Да, я думаю, что благодарна вся моя семья.